всем привет с вами комаров виталий и как вы поняли из названия видео я хочу рассказать о своей кодировки которая закончилась 15 августа кодировку я кодировался на три года и конечно сейчас у многих такой вопрос скакивает молча и тебя и и не тянет и не хочешь ребят выпить конечно хочется то что касается тяну тянет и тянет но не знаю по сравнению с первыми днями можно сказать что это не тянет и желание быть потому что в голове понимаю что тебе этого не надо она внутри как говорится зеленый имеет вам проще свое почему я это снимаю в свое время перед кодировкой я искал на ю тубе видео которые расскажут что чувствует закодированный человек что для этого требуется какие ощущения помогает это не помогает я скажу сразу что должно быть желание в той или иной степени или так должно быть желание или редак как-то там или у кого-то здоровье плохое или кому-то это работать мешает мне например это стал мешать работать и я искал ответ на эти вопросы что она еще представляет это кодировки какие чувства когда я закодировался первые четыре дня меня тянуло выпить довольно таки сильно я даже не ожидал что после кодировки может быть такое до трясучки доводит при кодировке есть такое условие как правило неделю нельзя пить до кодировки ребят вот эту неделю я выдержал даже не думаю о том чтобы выпить или что-то потому что сам но когда закодировали вот эти вот все желания они очень сильно обострились обострились как то есть осталась вот такая привычка то есть с кем-то ты поболтал с кем-то ты встретился за компанию что хочется выпить члена пошла там я не знаю ну шашлык если я сейчас вам скажу что хороший шашлык запах шашлычка на природе у вас уже у многих будет рисовываться в голове бутылочка рядом стоял там или что там праздник какой-то ну как вот праздник без алкоголя естественно воображение все это рисуется и выпить естественно хочется но как говорится когда ты не пьешь сам и если тебе хочется дать то это ты просто перейти перетерпливаешь это и никаких а здесь у тебя создается какой-то барьер что тебе нельзя или это приводит такому и к трясучки да как это так тебе хочется а нельзя и бывали такие случаи первое время вот первые четыре дня особенно я пил соки пил воду я не знаю заедал чем-то кстати многие привычки до сих пор и остались и тут спустя три года я еще рассказываю расскажу если не забуду для чего я снимаю ну чтобы вы как говорится кто там захотел закодироваться есть в этом какая-то нужда послушали меня может быть может быть кому-то это поможет может быть нет не знаю но мне во всяком случае канал вести надо я об этом рассказываю я кстати канал завел только из-за того что я закодировался мне надо чем-то заниматься вот я его и веду и рассказываю о том какой я закодирую буду ли я пить вообще ребят спустя три года до пить можно пожалуйста но во всяком случае пока нет я не хочу начинать пить мне хочется выпить но не хочу начинать пить почему вот честно сказать спустя три года вот у меня есть есть такое ощущение что есть такое желание выборе фигня какая что если бы не на начать пить то я думаю что я буду все это компенсировать за три года то есть ребят не особо хочется как говорится за три года все как говорится с одной стороны потерянный три года компенсируйте одним днем как-то это конечно я сейчас и не смогу выпить на бутылек нет но если стакану выпью я конечно уснул проснуть я наверно выпью еще один и у меня это будет какое-то время продолжаться на рынке вернет просто на просто к тому самому чтобы так что поэтому нет я не хочу сейчас во всяком случае начинаете выпивать поначалу я хотел как-то до конца кодировки за месяц поехать до кодироваться но время прошло поменялись ощущения поменялся как-то образ мышление об этом не хочу выпивать сейчас и катик кодироваться вроде бы как смысла нет в то же время вот наблюдая за другими люди после кодировки не пьют три года пять лет когда кодировка заканчивается обычно проходит год и люди моментально начинает пить и начинает пить и это гораздо хлеще чем до этого так что как не знаю но во всяком случае пока не знаю что там будет со мной через год но пока нет не кодироваться нет смысла и пить начинать тоже я бы сказал нет смысла начинать потому что это все опять будет там до первое время начнешь выпивать там по стаканчику по два это я рассказываю о своих ощущениях я не знаю какие будут у вас ощущения когда вы закодируете я вот именно своих ощущений то есть начну выпивать стакан потом будет два потом будет три а потом будет я смогу также выпивать бутылочку как говорится под ветерочек все эти вернется в свои рельсы как говорится не хочется нет какого вот самое такое вот страшное время во время кодирует то есть ты вот закодировался и самое страшное время когда ты можешь сорваться любой момент это разница нет это может быть и в начале это может быть и в конце это может быть и после это может быть и во время и все вместе это все это может быть вы можете можно сорваться это из-за того что чертам жена рыкнул фыкнул я там не знаю чем-то кто-то недоволен кто-то вас разозлил это все причина то есть любая причина выпить это любой повод сорваться можно так сказать по-другому как еще можно сказать все это вот приходится как-то обходить чем-то как-то заниматься вот для меня сейчас самое страшное время это вот именно конец кодировки сейчас вот у меня жена занимается устройством моего с нашего сына в училище она уехала я практически один неделю живу доме точно обалденный повод нажраться честно скажу если бы я бы раньше как говорится когда выпивал произошла такая ситуация ей богу я в не один день трезвый не был сейчас я целую неделю уже больше недели я трезвый не пью да конечно посещает мысли какие-то все будут взять нажраться как был хорошо как от всего бы этого отличься нет пока пока держимся но не то что держимся головой я еще раз говорю головой понимаю что пить нельзя что это не то что нельзя не нужно это она приходит какое-то осознание спустя три года приходит осознание что это не особо помогает в одиночестве в чем-то еще да тошно да плохо да скучно да тоскуешь но уже как-то особо такой выход не видишь в этом чтобы взять все это заглушить залить нет вот в комментариях мне пишут многие комментарии разные интересны иногда то что касается первого видео которое выпускал первые и через полтора года после кодировки снимал видим не комментарии там пишут комментарии интересны но и на и комментарии даже честно сказать пока хочется разные пишут если кто-то хотите я оставлю все ссылочки кодировки первых видео в конце видео посмотрите читаете много интересных комментариев работу себе нашел кто бросил пить я там уж не знаю многими есть люди которые мне звонят ищут какой-то поддержки однажды позвонил один человек у него отец долго таки уже в возрасте сколько-то лет он не пил 10 20 30 лет он не пил не суть в том он не пил я уж не помню там закодировки или что-то и вот он меня спрашивал что делать с таким человеком хотелось бы его закодировать и чтобы он не пил человек в возрасте я им так сказал что человек в возрасте он уже считает что он жизнь прожил и он хочет остатки жизни прожить по-своему чтобы как говорится остатки жизни прожить в свое удовольствие такое довольно таки сложно здесь психологию человека такая до тоскливую слушать если человеку боится кодировки туда ему кодировку помогут если нет навряд ли такие очень много почитайте комментарии не буду я не рассказывать больше это скучно кодировка это не панацея от этого дела кодировка она на мой взгляд она дает какой-то толчок я когда хотел кодироваться я звонил врачам спрашивал сколько это стоит чего не один врач говорит если ты не хочешь бросать пить никакая кодировка никакой гипноз тебе ничего не поможет и на самом деле у меня много знакомых которые сами рассказывают возят их возили их там пять шесть восемь раз десять раз много возили их кодироваться и гипнозом и уколом в результате они выходили сколько в этот же день некоторые даже начинали пить а кто-то раз закодировавшись за счет страха ну как мне один сказал 11 лет не пьет боится раз закодировался 11 лет не пьет кодировался на год сейчас им до сих пор страшно вот наверно как в себя спустил впустил вовнутрь страх этот перед алкоголем и все вот я использую это чисто вот как повод отказаться больше никак у меня страха перед этой кодировкой нет сейчас спустя три года смотришь я за три года с похмелья ни разу не болел в работе знаете косяков можно сказать за эти три года 0 когда выпивал да я и не алкаш особо такой был до сих пор я это считаю так что ну не алкаш но косяки были были по работе гораздо чаще косяки чем сейчас сейчас практически ошибок по работе нет работаешь ты всегда то есть в любой момент тебе человек приходит делает заказ ты делай все без всяких проблем люди довольны это счастье что касается вот внутреннего состояния многие говорят что человек когда бросает пить меняется дом во многом наверно так и есть в какой-то степени может быть и я как-то изменился посмотрите то видео и сравнить с этим видео не на изменился я как-то или нет внешняя наверно как-то изменился но скажем так вот от других я слышу кто-то жадный становится то есть деньги 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 все время купит купит копит куда купит хрен узнай у меня отчет вот как пить я перестал деньги как таковой мне они не нужны мне лежат только пожрать было было где поспать чтобы жена была рядом все деньги как таковое они чисто физические не нужны а с другой же стороны как ни странно вот осталось вот эту штука что как бы сказать но деньги пропить что как-то привычка такая осталось то есть если появляется у тебя деньги да их много как говорится хотя бы часть какую-то надо что-то куда-то то есть ты юныкаешь как ты на что-то тратим вот я не знаю что-то вкусненького купить бестолковая какую-то вещь бестолку купить то есть вот осталось вот такое вот что-то такое раз куда-то надо пропить раньше ты откладывал как говорится на водку а сейчас на какую-то хрень не знаю на любую у меня сейчас кубиков рубиков сколько их он стоит раз два три 4 5 6 7 штук кубиков рубиков одних все они разные все они по-своему интересны над своего рода вот голову я себе забил этими кубиками рубиками то есть у нас алкоголь это что это то что позволяет не думать то что тебя окружает о том что тебя окружает кубик рубик это тоже самое когда ты его собираешь у тебя не получается думать о чем-то там что у тебя происходит во внешней среде вот своего рода это как-то заменяет вот это вот все отключиться от какого-то внешнего пространства у кого-то там кто-то люди начинают я не знаю яму рыть берут капает 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 им хорошо и уж такого за бутылочку не бежать они будут вглубь копать глубоко кто-то в длину капает ширину кто-то в глубину кто-то может быть умудрять высоту и не знаю вообще не пить это хорошо но я не знаю сколько должно пройти времени чтобы червячок вот змеи зеленый изнутри прекратил прекратил вот эту всю всю отсасывать вот эту хочу 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 это вот его долго не проходит многие в комментариях не советуют обратить к психологу ребята чтобы обращаться к психологу нужно ему досконально доверять верить это одно если вы согласна верить психологу доверять ему туда он вам поможет если вы к нему придете смысле о том что он сейчас вам лапшу на уши навешивает и вы выйдете нет он вам не поможет у него психолог работа такая цепляет за что-то за крючочки какие если вы понимаете это уже 2 если вы понимаете что он делает психолог вы тогда к нему идете вы уже заранее знаете что он у вас будет как говорится обрабатывать как за какие крючочки быть хватать и но раз вы это заметите его раз не заметить в основном вы должны работать если вы пошли на такой шаг как кодирование вы должны работать сами над собой и это работать первое время тяжело над собой то есть контролировать себя как то что-то думать чем себя занять чем это все заменить кто-то мороженое жрет без устали кто-то чего-то я вот сегодня например права поменял сссеров ски на наш современный надо обмыть надо пошел взял пепсикол и чипсов вот и я их обмыл я получил удовольствие все мне удовольствие так люблю сладко то же самое и у вас будет если вы закодируетесь не будет это все легко ну и тяжелую вещью это тоже не назвать первое время то потом как ты вливаешься тебе начинает это нравится сейчас мне нравится не пить и туда не то что там где-то как-то даю на тебя когда ты выпивал на тебя смотрит так а а эти же люди вечерком раз садятся за стол вы тоже самое кто-то стакан кто-то бутылочку кто-то рюмочку выпивает чем они от меня отличались да ничем они не отличались то есть они там пьют в тихушку а и я когда захотел тогда и выпил я за чужие деньги не пил пил всегда за свои и почему то то что как почему-то как говорится никто уж так особо не угощал добывали кто-то угощал но всегда их шла ответка что касается друзей ну друзья ними как были так и есть нормальные друзья и ненормальных у меня вроде как и не было друзей знакомые да не выпиваешь с ними сейчас вот после окончания кодировки как ни странно да вот 15 числа у меня закончилась котировка мне сразу начали предлагать пиво и вообще водочку до желание есть выпить но умом понимаешь что нет это не надо то есть это то что не дало три года я не знаю будет как это будет все через год через год через год не знаю я тоже пока что я думаю что даже вообще не стоит начинать пить вообще до самого я не знаю до конца жизни не стоит начинать пить не нужно это все мне часто в комментариях спрашивают почему я вот в этих первых видео своих прошу мне перечислить копейки какие-то там две-три копейки десять рублей там пять рублей там многие кто сколько может честно сказать да мне это доставляет удовольствие у меня знакомый он по стримам собирает себе на бутылку водки иногда и больше он будет сказать зарабатывает стримами то чтобы набухаться ё-моё а почему мне как говорится это самый чтобы кто-то какую-то там копеечку не кинул это довольно-таки очень приятно особенно когда идешь куда-то в магазин тебя кто-то там встречает и просит десять рублей это наверх каждом городке это есть городе такое люди ходят побираются ну чтобы похмелиться или чего-то там когда ты им протягиваешь эти десять рублей почему сразу вспоминается ёлки-палки а тебе же вот за то чтобы ты не пил эти десять рублей перечислили сейчас я эти десять рублей отдаю кому в другом чтобы похмелиться ну как-то это приятно надеюсь вам этого не нравится такого ёлки-палки я оставлю в описании все свои карты номер телефона хотите туда хотите сюда пишите мне в сообщениях как говорится переводите там укок пишите свой я не знаю имя хотите социальную страницу любой соцсети только ребята ради богу не рекламу какую-нибудь не надо страничку социальной сети я у себя в комментарии как говорится опубликую даже может быть в описании вставлю без всяких проблем уж если вас так это задевает что тип того на халяву давайте не в халяву давайте я ваши ссылки буду публиковать в своих социальных сетях как хотите пожалуйста у меня социальные сети есть в контакте есть в фейсбуке есть в одноклассниках если кто-то со мной хочет связаться социалки пожалуйста меня если вы видео смотрите с мобильного телефона в описании каналу есть эти ссылки если смотрите с компьютера в шапки шапки мы моего канала есть тоже ссылочки все с вами социальных сетях и так 20 не люди звонят без всяких проблем я общаюсь стараясь как-то помочь меня спрашивают что делать чё как есть и комичные случаи есть кстати один я с одним я общаюсь не правда давно не звонил но однажды мне позвонил вам после кодировки тоже спустя два месяца месяц стали ли два он решил выпить и он говорит что им плохо стал не знаю у меня тоже был опыт может быть это совпадение было или что-то я просто случайно квас попил квас нельзя уже после кодировки пить у меня голова поболела то есть если бы хотел было как раз кодироваться кваску хлоп 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 и все кодировка тетю вообще самое главное что понимаешь я своим сыном разговаривал спрашиваю ловко вот если после кодировки пить начну он говорит ну кто тебе запрещает запрещать не запрещает а вот если так же как тогда как до кодировки а то если еще и хуже он мне говорит нет а лучше не надо поглядел я на своего сына не хочется делать как говорит плохо своему сыну какой-то недобняк за эти три года знаете ребят я не особо такой удачливый человек у меня нет машин где не богатый я не миллионер но что самое главное моя жена стала счастлива я сейчас на свою жену смотрю но мне счастливый человек это наверное самое главное что может быть в этом алкоголь он разрушает семьи он и подтачивает незаметно то есть когда ты выпиваешь даже изредка или там как там по вечерам тебя уже начинает терпеть здесь тебя не керпит тебя здесь любит я свою жену люблю она любит меня она счастлива счастье получается и я да у нас есть страх и у меня страх есть я свою жене до сих пор говорю я сорваться могу в любой момент ну вот три года я сорваюсь и сейчас вот это все видите если вы меня спросите что я сорвусь я или нет я вам скажу нет не знаю у меня гарантии в этом нет у меня все эти три года нет гарантии человек который закодирован он может сорваться в любой момент на любом пустяке с одной стороны вроде как и не тяжело терпеть но может можно сорваться и самое главное что держит счастье людей которые тебя окружает если вы хотите завязать с этим делом вы посмотрите на свою жену или супруга посмотрите на своих детей как они на вас смотрят идите закодируйте что вам там и потом посмотрите на них как они изменятся когда вы перестаете пить меняетесь не только вы но и меняется все ваше окружение люди которые вас окружают они становятся счастливые они становятся довольны они становятся радостными а это все когда ты смотришь на счастливый человек ты сам становишься счастливы и тут наверное самое главное не в кодировке в том что ты не пьешь не пьешь вообще вы даже не можете представить себе как это когда ты выпиваешь ты отработал да ты сустаточку пришел хляснул уснул все вроде бы ничего такого и нет ну почему ты точек это точек людей которые вокруг вас вас начинать их ненавидеть вы начинаете это 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 вот сейчас такое вот как говорится есть я не знаю понимание этого ты смотришь на людей которые тебя окружают даже запах он раздражающий да бутылочку то взял да у меня вот сейчас и водка стоит и пиво валяется в холодильнике они ничего такого особого не вызывают нет у меня рвение никакого такого да ну вот бутылочку там иногда откроешь там вина какого-то хорошего поняла запах обалдеть и в то же время держит вот это вот счастье других тебя держит удерживает вот эту вот грань не знаю я счастлив то что я сейчас не пью очень счастлив как другие к этому относятся да мне плевать как-то меня один меня один встречает говорит ты вот видео снимаешь ты хвастаешь все против того не пьешь да пускай он так думает вот жалко что там кому чего ну что ж спасибо что досмотрели это видео до конца не забывайте подписаться на мой канал нажать колокольчик вдруг я что-нибудь еще выложу интересное для вас также не забывайте почитать описание там буду все ссылочки все данные спасибо до свидания и он